Здравствуйте! Это новости на канале СКАП. С вами Юлия Клёнова. Вот о чём расскажем в этом выпуске. Мы всё это расстелим. Но проблема в том, что нет вот этого чёткого регламента, то есть понимания. Проблема ветхого жилья. Как убедить застройщиков осваивать непростые площадки? Я полагаю, что со многими из участников выставки будут заключены договоры про результаты торгов. Сделано в Самаре. Местные производители представили свою продукцию на специализированной выставке. Человек должен сам стремиться к чему-то и добиваться целей. За твёрдый характер и отличную учёбу в Самаре наградили выпускников школ, которые росли в приёмных семьях. Самара приобретёт новый вид к Чемпионату мира по футболу. Центральную часть столицы региона благоустроят и проложат туристические маршруты. Исторический центр также будет реконструирован. При этом архитектурный ансамбль сохранится. Об этом говорил губернатор Николай Меркушкин на совещании, посвящённом подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме того, в Самаре продолжится развитие спортивной инфраструктуры. Построят велотрек, дворец единоборств и центр годных видов спорта. Это всё будет построено на площадке радиоцентра рядом со стадионом. К этим проектам будут привлечены деньги из федерального бюджета. Субсидирование планируется до 500 миллионов рублей. Вся спортивная инфраструктура должна будет быть востребована и после проведения Игры Мундиаля. Простые самарцы должны будут получить возможность заниматься спортом. Ликвидировать ветхие аварийные дома по госпрограмме до конца 2017 года в Самаре должны расселить 183 таких строения. При этом освободится под застройку площадь более 44 тысяч квадратных метров. Главная трудность в том, что мало инвесторов желает эти площадки осваивать. Как решить эту проблему обсуждали на профильном комитете в Самарской губернской думе. Между депутатами и городской администрацией завязалась бурная дискуссия. Почему инвесторы не хотят осваивать застроенные ветхим жильем территории? Вроде бы в процедуре ничего сложного нет. Зашел инвестор на площадку по развитию застроенных территорий, разработал проект планировки территории, проект на документацию, приходя в орган местного управления полномочным, через 10 дней получая разрешение на строительство. Проблема не столько в оформлении документов, считают депутаты. Инвестору важно четко понимать, что вложенные деньги вернутся. Мы все это расселим. Но проблема в том, что нет вот этого четкого регламента, то есть понимания. Когда человек заходит на застроенную территорию, это как рулетка в Самаре. То ли получится у него заработать, то ли нет. Городским властям, по мнению депутатов, нужно с большим пониманием относиться к застройщикам. Другая трудность – подключение к инженерным сетям, часто крайне изношенным, в особенности в исторической части города. Эту проблему собирается решать в ближайшее время. Есть инвестиционная программа у сетевых компаний, которая должна быть выполняться. Если она выполняется, значит, да, у них должно быть достаточный средств для того, чтобы провести в старую часть города и водовод, и канализацию, и электросети, и газоснабжение. Все сетевые компании у нас работают в данном направлении. Поэтому нужно собраться и поговорить о том, чтобы как это сделать более быстро и качественно. Максим Остриков, Олег Павлов, СТВ. Больше физиков, меньше лириков. Заинтересовать школьников техническими профессиями – такую задачу решали депутаты Губернской думы и представители профильного министерства. Для чего была предусмотрена специальная программа и более 200 миллионов рублей. На эти средства оснастят техникой и оборудованием специальные образовательные центры. Депутаты бурно обсуждают идею создания центров технического творчества, где мальчики смогут получить необходимые навыки работы с инструментами, станками, а девочке научиться шить и кулинарии. Слишком много стало виртуального, а простой молоток и гаечный ключ в руках вчерашний школьник в руках держать не может. Отсюда и отсутствие широкого интереса к техническим специальностям – инженерам, слесарям, сварщикам и токарям. Для решения этой проблемы выделили 219 миллионов рублей. До 2020 года будет создано 13 специализированных центров. При этом центры будут также чем-то вроде учебно-производственных комбинатов советских времен, где осваивали определенные профессии. У ПК они могут туда ходить на целый день или на полдня. И это как бы пешей доступностью оно может быть еще. Всего, если мы посмотрим по всей подпрограмме за 5 лет, мы достаточно серьезно оснастим, модернизируем материально-техническую базу более 100 образовательных учреждений. Первые 4 специализированных центра появятся уже в этом году. Тогда будет возможность заинтересовать школьников техническими профессиями. И желающих стать менеджерами и чиновниками станет меньше. Максим Остриков, Олег Павлов, СТВ Элементы благоустройства улиц, энергосберегающие технологии и даже химическая продукция. Все это и многое другое представлено на специализированной выставке, которая прошла в Самаре. Участники мероприятия продемонстрировали продукцию, которую используют в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. И главное, что вся она производится на самарских предприятиях. Слово нашему корреспонденту. Условно эту выставку можно назвать «Made in Samara». Все представленные на ней товары сделаны на местных предприятиях. Например, это устройство для ограничения водоотведения. Такие заглушки ставят злостным должникам. Самарские предприниматели взяли за основу один из таких аппаратов и наладили массовое производство. По России есть много образцов. Но это является одним из самых удачных и востребованных на рынке аппаратов. Вся продукция имеет прямое отношение к сфере ЖКХ. Здесь представлены элементы оформления улиц, химические реагенты для таяния снега и многое другое. По словам организаторов, после выставки городские власти намерены заключить договоры с некоторыми из участников. Наши предприятия работают не только по ПФО, они работают на территории всей Российской Федерации. И нам важно, чтобы наше потребление тоже было на уровне наших предприятий. Эта выставка демонстрирует, что санкционный режим, который был введен против нашей страны, он приводит к тому, что ряд производства у нас возрождается. Для нас это очень отрадно. Создаются новые рабочие места. И с одним из участников выставки мы проговаривали возможность оказания административной поддержки в разворачивании производства. По словам Олега Фурсова, сегодня выставка товаров по благоустройству особенно актуальна. В своем послании губернатор области Николай Меркушкин призвал навести порядок в сфере ЖКХ. И власти города намерены кардинально изменить ситуацию в течение года. Катерина Кондоевская, Эдуард Растегаев, СТВ. Мигранты начали получать новые патенты на работу в Самарской области. С этого года для иностранных граждан действует новый порядок оформления разрешений на труд в России. Стоит отметить, что на заработок в наш регион приезжают в основном жители Таджикистана и Узбекистана. С начала года Управление Федеральной миграционной службы по Самарской области приняло более 20 тысяч заявлений на оформление патентов. Этот показатель находится на уровне 2014 года. Одним из важнейших нововведений является контроль здоровья трудовых мигрантов. Теперь 100% трудовых мигрантов без прохождения соответствующих медицинских свидетельств просто-напросто не могут получить разрешительные документы. Очень активно этот вопрос обсуждался со стороны Министера здравоохранения, ну и, собственно, всех заинтересованных, и в том числе и общественности, да, говорили о том, что, ну, такая составляющая здравоохранения, она должна иметь место быть. Сейчас прервемся и смотрите далее в нашей программе. Ощущения просто великолепные. Чувствуешь себя не просто биомассой, а помогаешь, сдаешь кровь. Личный вклад в медицину. Будущие врачи приняли участие в донорской акции. Продолжаем выпуск. В администрации города поздравили лучших выпускников 11-х классов, тех, кого вырастили приемные родители и попечители. Почти 60 таких юношей и девушек заканчивают школу в этом году. И все они получат от городских властей награду за хорошую учебу. Одну школу Светлана уже закончила музыкальную. Этим летом станет выпускницей во второй раз. Идет на золотую медаль. Хочу поступать в Самарский государственный экономический университет. Ну, потому что там, соответственно, широкий спектр профессий. Это и страховые компании, и инвестиционные фонды. Меня это интересует сферы деятельности. Человек должен сам стремиться добиваться цели, говорит Светлана. Ее поддерживает бабушка. Действительно опекает. Дети растут. И вопросов очень много возникает. В смысле, по воспитанию детей. Потому что у нас уже возрасте, не молодые. В Самарском департаменте семьи, опеки и попечительства помогают почти двум тысячам приемных семей. В этом году большинство 11-ти классников, росших без родителей, претендуют на медали. Для них в администрации Самары приготовили планшеты и сертификаты на 10 тысяч рублей. Я хочу вас поблагодарить за очень важный шаг в вашей жизни. Вы первую цель, или одну из первых целей, которая была перед вами поставлена, достигли. Вы заканчиваете в этом году школу. Я желаю вам как можно скорее определиться с вашей будущей профессией. Слава благодарности прозвучали в адрес приемных родителей опекунов, которые вырастили таких целеустремленных детей. Без вашей заботы, без вашего сердца, без вашего терпения успехи наших ребят, наверное, были бы скромнее. Школьникам еще нужно пройти сложнейший этап – госэкзамены. И подаренные планшеты, как и сказанные слова поддержки, им сейчас как нельзя кстати. Юлия Кленова, Владимир Терентьев, СТВ. Личный вклад в медицину. Будущие медики приняли участие в донорской акции. На личном примере студенты показывают, что донорам крови быть безопасно, полезно и жизненно необходимо для любого здорового человека. Всего в акции приняли участие свыше сотни студентов УЗА. Новичков-доноров в этой очереди оказалось немного. Большинство студентов-медиков проходят процедуру уже по третьему и четвертому разу. При этом молодые люди не дожидаются приезда мобильной станции, а сами спешат на областную станцию переливания крови. За последние три года донорами стали более 10 тысяч самарцев, а это примерно 5 тонн крови. Студенты и вот такие вот организации солидные, да, там очень хороший контингент. И вообще контингент в последнее время очень изменился в лучшую сторону. Если вы сейчас заметили, здесь прям хорошая молодежь идет, которые, как бы сказать, ну не пьют, не курят, потом не ругаются. После процедуры студентов ожидает традиционная чайная церемония с конфетами. На усиленное питание они теперь получают 465 рублей, ну и, конечно же, выходной. Если посреди года, то очень такой, ну весомый подарок – это выходной, а в конце семестра, когда на нас у сессии, тем более у нас, у медиков, нам как бы не до выходных совсем. Мобильная станция регулярно выезжает в самарские вузы. Недавно в числе доноров стали студенты АРАКОСА. В конце недели медики посетят государственный университет. Идет обновление эритроцитов, идет обновление крови, в этом нет ничего плохого, но лично для меня все-таки больше какой-то плюс, большая польза идет не с медицинской точки зрения, не для меня лично, а для тех, кому это больше нужно. По словам специалистов, донором может стать любой желающий. Случаи отказа забора крови бывают крайне редко. Катерина Клантаевская, Эдуард Растегаев, СТВ. Новые в музее Алабина, в зале этнографии появились экспонаты, которые нужно трогать с руками. Это жилища в миниатюре, вылочная юрта, срубовой дом, хата, мазанка с соломенной крышей. Они сделаны в том числе и для слабовидящих, чтобы те могли представить, как выглядели дома. В необъятный мир этнографии ведут ворота срубового дома. Он кукольный только по размерам, а построен в точности так же, как это делали в старину. На первом этаже хранили еду и держали скот, на втором жили сами. Крестьяне могли работать по хозяйству в ненасти, не выходя из дома. Так строили вплоть до 20 века в Новгородской и других северных областях. Подлинные избы сохранились в музеях деревянного зодчества, но и макеты достойные. Все настоящее – дерево, глина, солома. Это часть проекта для слепых и слабовидящих. В память об авторе выставки, Ирине Тимашевой, изба, юрта и жнорусская мазанка навсегда останутся в музее Алабина. Каждый посетитель, при желании, купив билет на основную экспозицию музея, может увидеть эти замечательные макеты и представить то, как жили народы, коренные народы России в исторический период. Любой, в принципе, должен знать не только историю свою и края, где он родился, вырос. Это все должны знать. И если люди будут знать свою историю, то они будут ценить свою родину. Экспонаты были созданы 15 лет назад. На их реставрацию ушло немало времени и не даром. Среди посетителей не бывает равнодушных. Всем интересно заглянуть в голубь веков. Юлия Кленова, Владимир Терентьев, СТВ. Взгляд со стороны. В Самарском доме журналистов открылась первая фотовыставка легенды самарского телевидения Григория Идлина. Из нескольких десятков тысяч снимков известный журналист представил самарской публике 30 уникальных снимков. С творчеством фотографа познакомилась Анастасия Шамшурина. Взгляд, не уловить который просто невозможно. Лица Григорий Самуилович Идлин коллекционирует во время путешествий. На выставке фотографии буквально со всего света. Здесь нет ни намека на гламур. В этой подборке автор выделяет две карточки. На них люди с ограниченными возможностями. Люди с ограниченными возможностями. Я не просто люблю их снимать. Странно говорить, люблю. Просто когда я путешествую, и когда я вижу, что делать для них в каждом городе, каждой стране, меня это просто поражает. Автор работ сравнивает себя с рыбаком, который терпеливо поджидает улов. Встречая героев своих снимков, Григорий Идлин пытается разгадать их жизненный путь. Кайф как раз в том, что он отстранен. Он их не трогает, он их не ломает. Он просто тонкие какие-то вещи для себя цепляет. О чем эта выставка? Она о чем? Она о политике? Она о трудностях жизни? Нет. Просто это вот какие-то, может быть, первые мазки и зарисовки. Увидеть уникальные снимки в доме журналиста можно на протяжении месяца. Анастасия Шамшурна, Николай Сидоров, Филипп Корецкий, СТВ. И о спорте. Баскетбольный клуб «Самара» в межсезонье пополнится новыми игроками. Селекционная работа начнется совсем скоро. В Заборскую команду будут выступать опытные и перспективные баскетболисты. Они дополнят основной костяк команды. А пока тренерский штаб клуба подводит итоги этого года, который получился весьма драматичным. Подробности в сюжете нашего корреспондента Александра Семенова. Сейчас у баскетболистов занятия проходят не на паркете, а в тренажерном зале. Здесь только самарские спортсмены. Остальные уже разъехались по своим городам. Перерыв в чемпионате. «Самара» заняла пятую строчку в Суперлиге по итогам сезона. Место достойное, но в то же время и обидное для подшефных Сергея Зазулина. Ведь по итогам регулярного первенства волжане стали первыми, увы, на педестале. По итогам плей-офф удержаться они не смогли. В первом же раунде игр на вылет Владивостокский «Спартак Приморья» оказался сильнее. «Я очень доволен, что у нас получилось в регулярке занять первое место. Это большой результат, несмотря на то, что в плей-офф мы совершили ошибки. Но итог таков, что я доволен результатом. И в следующий год нужно доказать, что мы не только в регулярке самые сильные, но и в плей-оффе. Уже будет небольшой опыт, как там играть, как на соперника настраиваться». В межсезонье тренерскому штабу есть над чем подумать. Разумеется, будет проделана большая работа над ошибками. Кроме того, рассмотрят и новых потенциальных игроков. Нужны опытные баскетболисты. Ведь обида от досадного поражения от Владивостока не проходит. «Тот соперник, который был с нами и играл, это Владивосток. Он оказался помощней. Не совсем для нас удобный. И я думаю, что ребята немножечко не справились с волнением того, которого они еще не испытывали, играя в плей-оффе». В следующий раз все вместе баскетболисты соберутся в середине лета. В июле начнется полноценная подготовка к новому сезону. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Семейный праздник, ремонт в квартире, горящая путевка. А в вашей жизни бывают непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги до зарплаты. Получить краткосрочный займ в компании «Быстрые деньги» просто, быстро и удобно. «Прийти в офис, оставить онлайн-заявку на нашем сайте быстроденьги.ру либо позвонить по телефону горячей линии. Для оформления вам необходим при себе только паспорт». Определить оптимальную для вас сумму займа, срок и сумму к возврату поможет специалист в офисе или онлайн-калькулятор. Никаких скрытых комиссий. Вам сразу назовут окончательную сумму к возврату, озвучат проценты, напомнят дату платежа и расскажут, как избежать просрочки при невозможности погасить долг вовремя. Всегда можно погасить займ раньше оговоренного в договоре срока, оплатив при этом только проценты за фактический срок пользования деньгами. «Раньше я оформлял заявку в офисе, потом сотрудники подсказали, что заявку можно оформить на сайте компании. Мне нравится, друзьям всем советую». Приходите и сами убедитесь, что получить займ в «Быстро деньги» быстро, просто и удобно.